Игромания представляет Один No Man's Sky Любую игру теперь можно измерить в процентах от No Man's Sky Ну вот, смотрите Казаки 3 18% No Man's Sky Казаков любили все, ну или почти все Прекрасная первая часть, неплохая вторая Тысячу мильно анимированных солдатиков И клубы дыма на экране Сколько часов мы прожгли за казаками в компьютерных клубах Не счесть Даже на Западе серию приняли очень тепло Несмотря на явные уши Age of Empires И вот, наконец, третья часть Дождались? Как бы не так Первым делом выяснилось, что под цифрой 3 Скрывается ремейк первой части Ну ладно, хорошо Тоже неплохо, потому что все-таки первая часть была очень хороша Но ремейк этот вышел довольно сырым Тут и проблемы со звуковыми эффектами И неважная оптимизация И даже забытые в попыхах отладочные инструменты Позволяющие мгновенно строить нужные здания Менять нацию И мгновенно размножать войска клавишами Ctrl-C, Ctrl-V Поностальгировать, конечно, все равно было приятно Но можно было все сделать гораздо лучше После Pokemon Go неудивительно, что Nintendo устремилась на мобильные платформы Что ж, держите Супер Марио Ран Игра от великого Сигеру Миямото Создателя Марио, Донки Конг и Ледженд оф Зелда Что же получилось в итоге? Очередная игра в перенасыщенном жанре раннеров Неплохая, нехорошая Совершенно обычная Хотя нет, не совсем Еще она требует постоянного подключения к сети Доступна только на iOS и стоит аж 10 долларов Согласно открытым данным Уже через пару недель после выхода Только один-два человека из сотни Были готовы заплатить за нее полную цену Мы ждали прорыва Nintendo на мобильный рынок А получили совершенно обычную И к тому же неоправданно дорогую игру 6 июля Pokemon Go вышел только в Австралии, Новой Зеландии и США А мир сошел с ума Весь целиком Про официальный российский релиз еще даже речи не было А легендарных монстриков уже ловили все Что значит мою абру выбили из зала в западном бирюлеве? Я же ее 7 минут назад поставил Неделю спустя до фанатов начало доходить, что перед ними по сути тот же ингресс Здесь нет смысла развивать стартового питомца Поймайте нового посильнее Тут нет полноценной охоты Достаточно сыграть в простую мини-игру Нет тактических дуэлей между тренерами Вместо этого долбежка по экрану в однообразных боях Обмен между тренерами? Нет, нет и в помине Зато есть множество багов, падение серверов и совершенно нерабочий трекер Когда головы поостыли, стало предельно ясно В игре вообще нет практически ничего И покемона мания сошла на нет, как будто ее и не было Третья часть серии про дружелюбных ребят с томми-ганами выглядела многообещающе Открытый мир, смелый уход от традиционной для мафии стилистики Потрясающий саундтрек с участием The Animals и Rolling Stones Но культовые песни не смогли компенсировать скучный игровой процесс Вышедшая игра оказалась мучительно пресной Вялой, однообразной Хотели игру в открытом мире? Ну, получите и распишитесь Тут вот прямо по списку есть все, что в ней должно быть Согласно штатному расписанию Так, знаете, по шаблончику Аж зубы сводили Добавьте сюда ограничения на 30 кадров в секунду Проблемы с управлением И бесконечные баги Какие там отражения в зеркалах, да? Мы ждали новых высот в прославленной франшизе А получили чрезвычайно скучный боевик С бестолковыми противниками И массой технических проблем Ну, разве что сюжет хорошо подается Но в остальном Сплошное разочарование 100% No Man's Sky Это No Man's Sky А про эту игру мы ничего говорить не будем Потому что все уже давно сказано Хватит Просто, друзья, будьте осторожны И играйте только в лучшее Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok